У нас знаменательный день. Полгода тому назад было официально объявлено о начале акции под названием «Строительство стены защиты пчел». Эту акцию возглавил Всемирный фонд защиты пчел, который на сегодня зарегистрирован в городе Дрезден, Германия. Штаб-квартира находится в городе Алма-Ате, там, где по месту жительства и работы президента Всемирного фонда Лукбанов Валерий Муслимович. Акция посвящена огромной заботе, огромной проблеме. Сегодня в мире пчелы исчезают повсеместно. Не только в Европе, но и в Америке, как в Южной, так и в Северной. До стран СНГ докатилась эта волна исчезновения пчел. Всемирное название это явление получило «Коллапс пчелиных семей». Фонд проводит акцию в защиту пчел. Сегодня официальный день заключительного этапа акции строительства стены защиты пчел. Мы предъявим свою работу, вернее предъявят работу все, кто участвовал. По своей массовости акция вообще грандиозна. Зарегистрировано 270 городов мира. Около 100 тысяч человек зарегистрировано. Под этой своей массовостью мы претендуем в Книгу рекордов Гиннеса, как самое массовое экологическое мероприятие в защиту медоносных пчел. Сена представляет собой как бы виртуальное такое построение. Это инсталляция, из чего могут сами участники возвести какую-то плоскость. И на ней путем аппликационных форм изобразить картинку из жизни пчел. Значит, предъявить праздник городской, прийти с семьями, дегустация меда. Основные причины исчезновения, конечно, антропогенный фактор. Это, прежде всего, использование пестицидов в сельском хозяйстве. Это электросмог, спутниковые связи, сотовые связи, различных гербицидов в сельском хозяйстве. Ну и города расширяются, распахиваются, земли, места традиционного обитания медоносных пчел. То есть это все сужается. И надо сказать, что пчелы, как биоиндикатор, наиболее чувствительны к этим процессам. Нам известно такое высказывание Альберта Эйнштейна о том, что через 4 года после того, как погибнет медоносная пчела, погибнет человечество. Это высказывание чисто математическое. Оно имеет подоплеку расчета чисто такого. Значит, считается, что не будет пчел, не будет опыления перекрестного. Не будет перекрестного опыления, и исчезнет множество различных сельскоясенных растений, в том числе и корма для животных. Отсюда мы получим уменьшение стада животных, которые используются на мясную и молочную промышленность. Отсюда мы не увидим мясо, молоко. Ну, надо сказать, что фонд достаточно молодой, всего лишь 5 лет. Это вот, смотрите, в 2009 году он был зарегистрирован. И 3 года он активно работал, в основном в Европе. Там очень хорошо эта инициатива гражданская используется. Там благотворительность в почете, меценатство и прочее. И вот последние 2 года немного это было, значит, такое застойное. Мы планируем зарегистрировать Всемирный фонд защиты пчел в Казахстане, в городе Алма-Ате. Ну и думаем, что вот эта новая команда, она вновь поведет это дело, и в том числе и со статистикой. За первые 3 года мы получили более 173 тысяч евро, значит, пожертвований, в том числе и членских взносов. До 70 тысяч евро была проработана работа, значит, исчезновения пчел в Удмурдии. То есть мы поддерживаем исследования, которые направлены на изучение причин исчезновения пчел и возможных способов этого устранения явления. Если мы будем, значит, поднимать эти процессы, то больше будет пчелиных семей. Больше будет пчелиных семей, значит, будет прекрасно справляться экологическая сторона. Вот в природе, так сказать, это будет сильная поддержка. То есть вот сейчас задача главная – это вот исчезновение пчелиных семей. Всяческим способом нужно поднять это количество популяризаций, стимулировать пчеловодство на местах, значит, изучать эти процессы, законодательную базу подводить, ну и так далее. Сегодня у нас есть определенный прогресс в Казахстане, ну, достаточно будет сказать, наверное, что два года уже существует Национальный союз пчеловодов Казахстана. Ну, вот два года пока что, это небольшой срок, ну, во всяком случае, пчеловодство под контролем, под каким-то находится, под защитой. Приняты законодательные акты, был, значит, хороший тендер объявлен, то есть кормить детей в школах медом. 10 граммов, значит, каждый день школьнику до 3-го класса выдается за счет государства мед. Это очень хорошая инициатива, потому что только три страны на сегодня делают вот такой вот шаг в сторону населения своего. Это Япония, Нидерланды и вот сегодня Казахстан. Продукция пчеловодства, она восстанавливает на клеточном уровне все обменные процессы, которые происходят внутри клетки. Если не будет пчелы, не будет и человечества. Самый показательный в государстве, это и есть спортсмены, когда в честь их поднимается флаг и звучит гимн, то это говорит о здоровой нации. Поэтому сохранение пчелы и сохранение биосферы человека, живущего на территории не только Казахстана, а нашей Азии, вообще земного шара, человечество может уйти. Потому что разбираясь на клеточном уровне, на сегодняшний день фармакология забила людей до предела. И придумали такое название, у нас аллергия. Каждая эпоха соответствует своему действительному отношению. То, что мы разошлись во всех, но пчела не имеет же ни национальности, ни цвета кожи и так далее. Однако она оказывает благоприятное действие на организм человека. И продукция ее полностью 100% восстанавливает линейку жизни. Самое основное, как продлить нам эту жизнь. А жизнь продлить нам только лишь правильное питание. И продукт номер один в организме человека – это вода. Где бы вы ничего не делали, что бы вы не питались, все равно. Потому что 75% человек состоит из воды, есть связанная и свободная вода. Вот та вода внутри клетки – это связанная вода, где проходят все обменные процессы. Поэтому пресная вода на сегодняшний день, Всемирная организация здравоохранения, располагает такими данными, что весь земной шар пресной воды всего 3%. Воды нету. Вся акватория земного шара на 70% поражена различными ядохимикатами и веществами. Вы же прекрасно понимаете, что происходит сейчас в мире. Так вот, если пчела не сохранит, пчелу как вид биологический, не сохраним, не сохраним правильное отношение друг к другу человеку. Вплоть до на психологическом уровне. Вы знаете, какие в мире производят катаклизмы. Так вот, работая со спортсменами, начиная со сборной команды Казахстана по волейболу с 98-го года, мы впервые вышли на чемпионат мира своим флагом, своим гермом. Почему? Подготовка спортсмена идет на высшем уровне. Вы же знаете, есть биологическая дата жизни и календарная дата жизни. А спортсмен по возрасту уделяет очень много физической энергии. Так вот, продукция пчеловодства, в частности мед, маточное молочко, прополис, оно влияет на восстановление организма. При этом не теряется собственное эго человека. А по Алматинской области в прошлом году пилотный проект Аким области дал такую возможность. Мы накормили 170 тысяч детей с 1 по 4 класс продукции пчеловодства медом. После второго урока мы накормили, по нашей методике, 1 грамм на килограмм веса. Сегодняшний день очень благоприятный. То, что в Казахстане этот фонд будет существовать, и мы будем всеми силами и возможностями помогать. Потому что сохраним биосферу человека, а пчела является как бы посредником между землей и небом. Мы на земле ходим, так давайте ходить дружно по земле и уважать друг друга. Поэтому будет прекрасно, хорошо. И не ходите вы в фармакологию, не ходите к медицину, она вас загубит. И фармакология, и аптеки. В аптеках не соответствуют 80% все препараты. Никто их никогда не проверял. А проверяют, это глупость никакая. Потому что они отстегивают большие средства ради того, чтобы рекламу. Временный эффект дает, часть убивается, часть нет. Поэтому употребляйте натуральные продукты. Берегите друг друга. Если пчелы не будет, значит человечества не будет. А в этом отношении, значит моральная устойчивость общества, в котором мы с вами находимся, не будет благоприятно действовать друг другу. Поэтому улыбайтесь и будьте благоразумны друг другу.